Всем привет! Привет, привет! Как у нас сегодня дела и настроение? Отлично! Покажи, кто у тебя там на футболке нарисован. Котята! Котята! Какие милахи они у тебя! Всем привет! Да, что мы сегодня будем делать? Очищать золото. Да, мы сегодня будем чистить наше золото. Покажи, что у нас там есть. У нас есть колечки всякие. В домашних условиях будем чистить золото. У нас есть сережки. Оно очень грязное, загрязнилось. И у нас есть цепочечка. Да, сейчас мы вам поближе прям снимем, покажем, какое оно у нас грязное, да? Потом покажем, как правильно его очистить. И, собственно, потом покажем результат. Да. Да, все. Хочу вот прям поближе вам показать, какие вот очень грязные, особенно все внутри. Как бы так, чтобы вам было видно. Вот видите, внутри оно прям аж все черное такое же, грязное, загрязненное во всех вот этих вот прорезях таких. Вот в буковках. Везде куча. Ну, заношенное уже такое золото. В цепочке тоже. Не знаю, как вам видно, не видно. Но вы, в принципе, и так сами знаете, как выглядит грязное золото. И вы понимаете, что пора его чистить. Вот. Такое вот уже все везде грязное. Ну, так. И давайте еще тут посмотрим тоже вот тут вот в рисуночках. Камера настроилась. Во всех рисуночках там есть, собственно, грязь. Да, особенно вот внутри, когда смотришь. Вот особенно внутри прям вот так вот видно. Ну, и, собственно, все. Сейчас мы вам будем показывать, как его правильно чистить дома. Маргарита нам сейчас расскажет детально, что же нам понадобится и что мы будем делать. Нам понадобится фольга. Обычная пищевая для запекания. Любая, какая у вас есть. Ложка. Наверное, еще тарелка. Смотри, она у тебя стоит по центру прям. Тарелка. Тарелка, да. Сода. Сода обычная, да? Пищевая сода. Дальше, что нам еще понадобится? Соль. Соль обычная, да? И моющие. Любое моющее, какое у вас есть. Итак, давай. Сначала нам нужна фольга. Не разматывая, сколько нам надо. Можешь отмотать побольше, чтобы тебе она удобнее. Отрезаем и отрываем. Давай немножко тебе поднимем. Дальше мы берем ложку. Да. И насыпаем соду. Ложку соды. Одну, да? Угу. Дальше, одну ложку соли. И одну ложку моющего средства. Угу. Угу. А, и самое главное, нам еще горячая вода нужна, да? Стакан горячей воды. И все это мы заливаем. Помешать еще надо. Да. Хорошо размешиваем. Помочь? Да. И последний ингредиент, это наше золото. Запускать? Конечно, запускать. И так мы можем оставить на какое-то время. Можно оставить на ночь. Можно, если вам по-быстрому. Ну, в принципе, от получаса, ну и до того, как на ночь оставить, оно должно будет отмыться. В зависимости, то есть, от загрязнения. Чем загрязнения больше, тем оставлять в таком растворе нужно на дольше. Ну и, собственно, все. Пока что. Потом покажем результат. А вы пока подписывайтесь и ставьте нам лайки. Прошла ночь. И мой ассистент сейчас находится в школе. Моя Маргошечка. Поэтому я вам покажу, собственно, сама. Вот мое золотишко. Вот водичка. Кстати, почему здесь лежит зубная щетка? Да, потому что я немножечко вот мое колечко. Сейчас покажу, какое. Я уже проверила просто, как оно отмылось. Так, какое из них. Вот, вот это колечко. Оно, ну, прям очень грязное было вот здесь вот внутри. Сейчас я вам покажу. Вот внутри у него вот эти вот все изгибики. И я зубной щеткой вот так вот там хорошо почистила. Вот такой вот. Так, ну и, собственно, мы видим, какое оно стало блестящее. Так, ничего там у меня не осталось. Так, три, четыре колечка. Две сережки моих. Да, вот тоже, смотрите, какие они все чистенькие стали. Ну и цепочка с кулончиком. Так, я это все кладу теперь в водичку. Это надо хорошо отмыть. Вот, то есть вы должны понимать, что если у вас сильно большое загрязнение вашего золота, вы должны, во-первых, оставить на дольше часов. И если совсем труднодоступные места есть, то еще стоит, конечно, пройтись зубной щеткой. Хорошо отмываем. В проточной воде, естественно, делать это не надо. Ну, либо ставить решеточку туда. Иначе все ваши драгоценности могут уплыть, и потом их придется доставать в этом, забыла, как он называется. Ну, под краном, под раковиной. Вот, ну и все выкладываем на салфеточку. Можно еще, в принципе, на несколько раз промыть, чтобы уже точно никакого мыла не осталось. Вот, и потом уже выложить на салфеточку, оно обсохнет, или протереть можно полотенцем, и носить с удовольствием. Собственно, все. Вот и весь фокус. Вот такой вот нехитрый лайфхак по очистке золота. Вот, хотелось бы, конечно, вам как-то поближе прям показать, как оно теперь все блестит, переливается и сияет. Вот, вот ушли все, все загрязнения полностью ушли, все отмылось, и золото стало прям переливается. Вот такое вот оно прям все-все блестит. Очень надеюсь, что вам это все видно. Вот, как-то так. Ну все, ставьте лайки, пишите в комментариях, кто уже пробовал так, что у вас получилось. Может, кто-то знает еще какие-то методы очистки золота. Напишите обязательно в комментариях. Я обязательно попробую. Все, всем пока-пока. До новых встреч в новых видео.